Всем привет! Вы на канале правильный выбор и в этом видео я расскажу вам о лучших фонарях. В данный топ я включил 7 фонарей разного типа. Налобные, ручные и кемпинговые, среди которых вы сможете найти оптимальный вариант для решения своих задач. Все участники топа имеют качественные долгоживущие светодиоды и множество других полезных фишек, о которых я упомяну в видео. Также я оставлю в описании под этим роликом ссылки на различные ресурсы, перейдя на которые вы сможете сравнить стоимость этих фонарей в различных интернет магазинах. Ну а перед тем как я начну напомню вам, что на канале правильный выбор регулярно выходят интересные обзоры и топы на различные устройства, которые могут быть интересны для вас. Поэтому рекомендую подписаться и нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе их выхода. Ну а теперь устраивайтесь поудобнее, не забывайте о лайках и комментариях. А я расскажу вам о лучших ручных, кемпинговых и налобных фонарях этого года. Поехали! Первый герой нашего топа Трофи ТСП-19. Это мощный фонарь-прожектор, который пригодится для работы, активного отдыха или ремонта. В головной части этого фонаря установлено 19 ярких светодиодов, которые не перегорают, не тускнеют со временем и не нуждаются в замене. Они способны создать сфокусированный направленный луч яркостью 160 люмен, дальность которого может достигать 100 метров. Кроме того, для ближнего освещения на привале или в палатке предусмотрен встроенный раскладной дополнительный светильник, состоящий из 18 светодиодов. Фонарь имеет эргономичную форму и рукоятку для удобного хвата. Плюс в комплекте предусмотрен ремешок, который можно закрепить на крючки в корпусе. А благодаря компактным размерам такой фонарь не займет много места при хранении и в сумке и при транспортировке. Также этот фонарь примечателен корпусом из ударопрочного пластика, поэтому он устойчив к падениям и неприхотлив в уходе. А высокая степень защиты от пыли и влаги позволит использовать фонарь в экстремальных условиях. Ну а что касается автономности, то работает такой фонарь от встроенного аккумулятора, который обеспечивает до 9 часов свечения. В общем, если нужен яркий фонарь-прожектор с долгим временем автономной работы, то рекомендую обратить внимание на эту модель. Следующий герой нашего топа налобный фонарь-яркий луч LH500 E-Note. В нем установлен мощный светодиод CREE XPG3, который обеспечит световой поток в 500 люмен и имеет продолжительный ресурс работы. Фонарь обеспечит яркий нейтральный белый свет температурой 4200 кельвинов и имеет три режима работы, которые активируются по очередным нажатиям кнопки. Интенсивность свечения в зависимости от выбранного режима составляет 130 или 5%. Кнопка включения у фонаря большая, поэтому нажимать ее будет удобно даже в перчатках. Из особенностей этого фонаря стоит отметить то, что он может не только крепиться на голове, но использоваться как обычный ручной фонарик. Дело в том, что он имеет особую конструкцию, состоящую из лямок с креплением из самого фонаря, который вынимается из крепления при необходимости. О том, что фонарик может выпасть из такой конструкции, можете не переживать. В креплении имеется мощный магнит, который будет удерживать устройство и не даст ему выпасть даже при активных действиях пользователя. А еще на корпусе фонаря имеется зажим, позволяющий закрепить его на ремне или кармане. Работает LH500 от аккумулятора формата 18650, который обеспечит до 3,5 часов непрерывной работы фонаря до максимальной мощности свечения. Владельцы отзываются об этом фонаре строго положительно и каких-либо недостатков в его работе не обнаружено. Но стоит учесть, что продается данный фонарь в двух версиях, с аккумулятором и без. Так что если у вас нет собственного аккумулятора формата 18650, перед покупкой рекомендую уточнить комплектацию. Продолжает наш топ Trophy TG9. Это налобный фонарь с 9 яркими белыми светодиодами и двумя режимами работы. Он создает сетевой поток, дальность которого составляет 45 метров, что делает его отличным вариантом для использования в ночное время на природе, так как фонарь сможет осветить пространство на довольно большое расстояние. А благодаря тому, что фонарь изготовлен из ударопрочного пластика, он станет идеальным спутником в дороге, туристических походах, на охоте или рыбалке. Фонарь имеет мягкий эластичный ремешок с функцией регулировки по длине для самого комфортного ношения на голове. Также стоит отметить, что у него довольно емкий аккумулятор, полной зарядки которого хватит на 9 часов непрерывного использования. Что касается недостатков, то владельцы отмечают, что при длительном использовании на лбу остается характерный след. Но такая проблема есть у всех налобных фонарей, и в целом большинство владельцев Трофи ТГ-9 отзываются о нем строго положительно, и отмечают, что за те деньги, которые он стоит, это отличный налобный фонарь. Еще один представитель торговой марки Трофи в нашем топе ручной двухрежимный светодиодный фонарь ТСП-10. В нем установлены 15 ярких белых светодиодов, которые не перегорают и не тускнеют со временем. Каждый светодиод этого фонаря находится в индивидуальном отсеке с отдельным светоотражателем. Такое расположение светодиодов обеспечивает высокие световые характеристики. При световом потоке в 65 люмен дальность луча достигает 80 метров, так что такой фонарик станет отличным помощником в частных домохозяйствах, пригодится на рыбалке и в походе, а также при освещении дороги при перемещениях в темное время суток. Корпус фонаря выполнен из ударопрочного пластика. Сам по себе он довольно компактный и благодаря широкой ручке им будет удобно пользоваться. Также стоит отметить, что на корпусе фонаря имеется кольцо, позволяющее закрепить на нем ремешок для ношения на руке. Работает фонарь от встроенного аккумулятора, который обеспечит до 6 часов свечения. Причем заряжается фонарь от розетки 220 вольт через вилку, которая имеет складную конструкцию и легко прячется в специальный кармашек на корпусе. Так что вам не потребуются зарядные устройства и провода. Достаточно будет выдвинуть вилку и подключить фонарь к розетке. Те, кто уже приобрели такой фонарь, отзываются о нем строго положительно, но отмечают, что зарядка длится довольно долго. Но в остальном серьезных нареканий этот фонарь ни у кого не вызывает. Напоминаю, что в описании под роликом я оставил ссылки на специализированные ресурсы, где вы сможете узнать и сравнить стоимость всех фонарей, представленных в данном топе. Xiaomi BBZ Zoom Flashlight. Это компактный ручной фонарь, который будет удобно везде носить с собой. Он пригодится при выполнении различных работ на охоте, рыбалке, в походах или при прогулках в темное время суток. А благодаря идущему в комплекте с ним креплению его можно будет установить на велосипед или электросамокат. При длине менее 15 сантиметров и ширине менее 3 сантиметров, а также при весе всего в 150 грамм, такой фонарь будет удобно носить в карманах одежды. Да и в сумке он не займет много места. Несмотря на свою компактность, фонарь Xiaomi создает световой поток мощностью 1000 люмен. Причем дальность луча этого фонаря по заверениям производителя может достигать 365 метров при зумировании. При необходимости угол проекции света можно будет поменять в диапазоне от 7 до 40 градусов. Также предусмотрены такие режимы, как стробоскоп и сигнал SOS. Фонарик находится в защищенном корпусе из анодированного алюминия, устойчивого к падениям и механическим повреждениям и имеет защиту от брызги влаги, поэтому он долговечен и устойчив к износу. Также стоит отметить, что он имеет защиту от перегрева, а установленный в нем светодиод рассчитан на 50 тысяч часов свечения. А еще для работы такого фонаря не нужны батарейки. Встроенная батарея емкостью 2600 миллиампер в час обеспечит долгую работу. В общем, если нужен яркий компактный фонарик, который будет удобно везде носить с собой, то Xiaomi B-Beast Zoom Flashlight станет отличным вариантом для покупки. Далее в нашем топе идет фонарь яркий луч Optimus ACCU. Он работает в двух режимах и может использоваться как прожектор при активации в головной части устройства светодиода SMD мощностью 1 Вт и со световым батоком 40 люмен для направленного света или в режиме кемпинг, при котором включается лампа со световым батоком 420 люмен, создающая рассеянный свет для местного освещения. В зависимости от выбранного режима работы фонарь сможет работать от 6 до 16 часов. При этом для фонаря не придется покупать батарейки, так как он работает от аккумулятора емкостью 4400 миллиампер в час, заряжаемого от обычного USB кабеля. Из особенностей этого фонаря стоит отметить сильный магнит для удобного размещения устройства на металлической поверхности под любым углом. А еще на задней грани корпуса находится клипса для кармана и крючок для подвешивания, так что такой фонарик станет отличным вариантом для автомобилиста. Также он пригодится при выездах на природу, будь то рыбалка, охота или просто отдых за городом. Из других достоинств Optimus ACCU стоит отметить индикацию уровня заряда аккумулятора. Возможность регулировки положения фонаря относительно опоры на горизонтальной поверхности и крепкий ударопрочный пластиковый корпус с резиновым покрытием, которое обеспечит надежный хват и смягчит удары при падении. В общем это отличный многофункциональный фонарик, который по достоинству оценят многие пользователи. Завершает наш топ фонарик яркий луч Optimus. Он имеет два режима работы, прожектор и кемпинг. При активации первого режима работает яркий светодиод, обеспечивающий направленный свет дальнего действия. А в режиме кемпинга включается 36 светодиодов, которые создают рассеянный свет для местного освещения. Работает этот фонарь от трех пальчиковых батареек. При использовании качественных элементов питания автономность устройства может достигать 20 часов в режиме прожектора и 8 часов в режиме кемпинг. Кстати, этот фонарь оборудован электронной системой стабилизации яркости, которая обеспечивает стабильную яркость, не зависящую от уровня остаточного заряда элементов питания. Из особенностей конструкции этого фонаря стоит отметить возможность регулировки шести положений относительно опоры прибора. Также в нем предусмотрен складывающийся крючок для подвешивания и система сильных магнитов, которая позволит закрепить фонарь на металлической поверхности под любым углом для удобства работы. Так что пользоваться таким фонарем будет удобно в гараже, на рыбалке или охоте. А благодаря небольшим размерам его будет удобно держать в руке при прогулках в темное время суток. На этом у меня все. Напоминаю, что стоимость этих фонарей можно узнать на сайтах, ссылки на которые указаны в описании. Пишите в комментариях, какой из фонариков вы бы купили себе. Ставьте лайк, если вам понравился ролик. А чтобы всегда быть в курсе выхода новых рейтингов и обзоров, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!